Ковер на стене, музыка на виниле, на елке игрушки ручной работы. Именно так отмечали Новый год наши мамы и папы, бабушки и дедушки. Выставка «Сказочные персонажи в елочной игрушке СССР» открылась в Матичинской галерее искусств. На экспозиции представлены украшения для зеленой красавицы, сделанные с 1949 по 1980 годы. Это целый культурный пласт Великой эпохи. Игрушки повторяют персонажей сказок Пушкина, Бажова, Чуковского, а также героев народного фольклора. Это были игрушки ручной выдувки, ручной росписи. Они хранили тепло человеческих рук, тепло мастеров, тепло художников. Эту чудесную коллекцию Алла Рыкалова собирала не один год. Часть советских игрушек ей досталась от родственников, часть от соседей и знакомых. Ими она дорожит и может долго и с упоением про них рассказывать. Вот сказка «Морозка». Вот состоит из пяти сюжетных персонажей. Баба Яга, Настенька, сам Морозка, Марфушенька-душенька, дед и баба. Ну, Снегирек он везде. Снегирек 50-го года. Посетители выставки могут своими руками прикоснуться к некоторым частичкам советского времени, включить музыку на патефоне, толкнуть неваляшку и даже испробовать на себе духи «Красная Москва». Я сама люблю игрушки такие советские. Храню свои, мы их даже не вешаем на елку. В коробочке храним, бережем. Здесь узнали очень много нового, из чего делали их, как их выдували вручную. Про картонные игрушки, например, не знала я тоже. Я, например, не знала то, что вот тоже игрушки делаются из картона. Я очень удивилась, когда увидела то, что вот так сильно можно картон сдавить. Здесь особенно радует глаз высокая елка, украшенная по особым правилам, принятым в Советском Союзе. Начинать ее преображение нужно было со звезды. Затем шли бусы, которые располагались диагонально и пересекались между собой. Потом необходимо было прикрепить прищепки, все игрушки, которые на прищепочках. Видите? Вот. Потом уже вешались игрушки. Затем уже украшалась елочка дождиком. Под елку ставили Деда Мороза, Снегурочку и, самое главное, новогодние подарки. Выставка продлится до 21 января, так что у жителей округа еще есть время окунуться в сказочную атмосферу прошлого. Алексей Попов, Александр Соломкин, Первый Мытищинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова